Здравствуйте, уважаемые земляки! Вчера я анонсировал на своих страницах в соцсетях интервью с Александром Ильинжиновым и там же попросил вас писать мне в директ вопросы, которые вы бы хотели задать ему для того, чтобы я их озвучил. Сразу забегая вперед скажу, что интервью у нас на сегодня, которое планировалось, сорвалось. Сорвалось не по нашей инициативе. Сейчас я вам расскажу немного поподробнее, как все это происходило. Я благодарю вас. Очень много было вопросов, которые вы прислали мне, как на моем мессенджере, так и на личной странице в соцсетях. Очень много было комментариев и комментариев в большей степени негативных в отношении самого Ильинжинова. И были такие комментарии, чтобы мы с ним не связывались и начали делать определенные выводы о нас с Максимом. Ну давайте поподробнее. Получилось так, что где-то месяца два назад на меня вышел человек от Ильинжинова и предложил сделать с ним интервью. Сразу скажу, что я сразу согласился. Почему я согласился? Потому что я посчитал нужным показать Керсана в прямом эфире и задать ему те вопросы, которые ему никто не задавал. Или, может быть, они ему и задавались эти вопросы, но никто никогда не слышал этих ответов. Всегда были у него интервью о том, что он построил в Калмыкии Хуру, построил Сити Чес, ну и про инопланетян. Я хотел задать те вопросы, то есть спуститься немножко на землю и задать те вопросы. Я даже хотел начать нашу интервью с того, что мы не будем говорить про Хуру и про Сити Чес, а будем говорить о народе, то есть о делах республики. Только из-за этого я согласился на это интервью, поскольку мы с Максимом всегда говорим, мы вам не навязываем свое мнение, мы всегда говорим, делайте выводы, друзья, делайте выводы, думайте, наши уважаемые подписчики. Мы просто формируем общественное мнение. Итак, этот человек вышел на меня, долго шли переговоры, Ильин Жинов был постоянно занят, и вот где-то дня 3-4 назад мы купили билеты в Москву. Вот сегодня мы должны были вылетать, наверное, в это время. Но я после вчерашнего анонса, я сегодня встретился с тем человеком утром, где-то в 9 часов, который мне сообщил, что он отказывается от интервью. Отказывается от интервью, еще раз подчеркиваю, не по нашей инициативе, по этой инициативе их стороны. Я не знаю, сам ли это Ильин Жинов или его человек, но то, что отказ, это точно. И мотивировка была такая, что по договоренностям нашим предварительным, я не должен был никому говорить о том, что у меня планируется интервью с Ильин Жиновым. И этот человек мне в качестве претензий сказал то, что я рассказал своим сторонникам, и то, что у меня будет интервью. Да, я рассказал своим сторонникам, но я это рассказал для того, чтобы люди мне подготовили вопросы. Так же, как и вы, уважаемые подписчики, подготовили мне вопросы. И было, были в этом, я почувствовал нотки обвинения в свой адрес, то, что, это я уже додумываю, но я скажу. Я почувствовал нотки обвинения в свой адрес, якобы эти все комментарии, которые были в соцсетях по поводу Ильин Жинова, это спланированная, какая-то спланированная акция. Ну, это каждый будет думать, спланированно или не спланированно, это решать вам, да, уважаемые подписчики. И вот так вот мы встретились, и получилось так, что он сказал, что он от интервью отказывался. Я спросил, это отказывается Кирсан Николаевич. Он, этот человек сказал мне, что отказывается он, поскольку я нарушил договоренность. Что касается, опять же, интервью, я думаю, это первая попытка. Я все равно хочу это интервью провести, и опять же, также задать вопросы по, ну, все вопросы, которые вы мне прислали. Кстати, было очень много вопросов, я вас благодарю, что вы мне прислали. Очень много вопросов, касающихся, там, начиная с ваучера, вопросы по каламнефти, вопросы по офшору, вопросы по, там, является ли Ильин Жин действительно патриотом, почему, там, вопрос по его высказыванию, Калмыкия сможет без меня, а я, ой, я смогу без Калмыкия, Калмыкия без меня, нет. Очень много вопросов, все актуальны, и никто не слышал на них ответы, и из-за этого я, если мне еще раз предложат провести это интервью, я соглашусь. И еще, этот человек сказал то, что, Ильин Жин сказал, прилетайте сегодня, интервью будет коротким, там, он занят, она 10-15 минут, но я думаю, что это было сказано, что, для того, чтобы это обелить немножко Кирсана, потому что не он отказался. Что, ну, вкратце все, уважаемые подписчики, еще раз благодарю вас за то, что вы отозвались на мою просьбу, прислали вопросы. Что касается комментариев о том, что не нужно было с ним связываться, он нас, мы об него замараемся, или он нас купил, это ваше мнение, мы не можем говорить вам, нет, мы не продались, нет, мы не замараемся, это мнение каждого из вас, я еще раз говорю, мы никому не навязываем свое мнение, все люди знают мою позицию в отношении, да, определенных вопросов, да, политических особенностей, люди знают позицию Максима, и переубеждать их, доказывать, что, там, это не так, я, мы не собираемся и не хотим, мы делаем то, что мы хотим, мы делаем то, что мы считаем нужным, мы делаем то, что нам нравится. Если нас просят что-то сделать, просят что-то сделать, и это согласуется с нашей позицией, мы идем, если не согласуются, то нет. Показывать Кирсана, прямо, а, вот, кстати, почему я настоял на прямом эфире, да, я думаю, вы все понимаете, что инжину было бы, неудобно бы, да, как-то переигрывать меня, выкручиваться, да, как многие писали. Нет, это я специально настоял на прямом эфире, потому что я, чтобы люди видели его реакцию, и также, чтобы вы задавали ему вопросы, то есть, чтобы была обратная связь сразу. Вот так вот. Ну, теперь, дорогие друзья, очень хорошая практика, очень хорошая, да, практика о том, что вы задаете мне вопросы. Теперь я вас прошу, если вам интересно, это такая, да, практика, такой метод, вы можете мне писать в соцсети, можете писать в комментариях, кого вы бы хотели бы видеть на интервью, и я буду с ними договариваться, и, естественно, чтобы вы мне присылали вопросы. Мы даже сейчас рассматриваем такой формат, чтобы проводить интервью постоянно в прямом эфире. В прямом эфире будет лучше, но это долго, да, в том числе. Я хотел бы, чтобы под видео вы высказали свое мнение. Что касается, опять же, показывать Кирсана. Кирсан был, мы от него никуда не денемся, да. Мне сейчас звонил мой сторонник и говорит, вы что там творите, вы что там хотите, вы с ним связываетесь, да. Ну, я думаю, то, что мы связываемся, мы общаемся, это ни о чем не говорит никак. Появление его снова в эфире, это не то, чтобы он... Для меня это ничего не значит. Для меня было бы, наоборот, было бы, чтобы он появился, чтобы люди увидели, чтобы он узнал мнение о нем, да. И спасибо вам то, что вы в социальных сетях высказали это мнение. Я знаю, есть люди, которые за него, которые хотят, чтобы он вернулся. Из-за этого мне пришлось немного абстрагироваться от своей позиции к нему, от своего мнения к нему, и быть где-то в середине, чтобы быть объективным, конструктивным. Так вот, и появление его, это ничего... Это как в Сохоровом, да, мне много пишут, говорят, зачем вы его пиарите, зачем вот ты с ним поругался, все это. Я считаю то, что появление еще одного человека там на политической арене, так скажем, да, там фигуры, да, или там оппонента, да, я думаю, это наоборот возможность для того, чтобы показать себя, проявить себя с той стороны, как во своих взглядах, да, или там где-то отказаться от своих взглядов. То есть это еще одна возможность. Я считаю так. И для этого я всегда приглашаю политиков, людей интересных, для того, чтобы они здесь высказали свое мнение. Мы не собираемся здесь кого-то брать, топить, унижать, говорить о них плохо. Мы просто будем задавать те вопросы, мы и задаем те вопросы, которые интересуют наше общество. Но это по моему мнению. В связи с этим, дорогие друзья, я думаю, я вам все объяснил. Еще раз пользуясь случаем, я приглашаю всех. Хочу попасть на прием к Бату Сергеевичу, того же Казачко увидели. Давайте будем открытыми. И... Да, давайте будем открытыми. Давайте не будем прятаться за своими... За пандемией о том, что нет приема граждан, за... Со своими секретарями там... блокировать наши аккаунты со своих аккаунтов. Давайте будем открытыми и говорить об этом. У меня все, дорогие друзья. Я думаю, что я вам все объяснил. Спасибо вам. Еще раз благодарю за то, что вы отозвались, писали вопросы. Вопросы очень интересные. Я готовился к этому интервью, и там несколько вопросов... Ну, они все похожи, но несколько вопросов были действительно интересны, мне они очень понравились. Я думаю, я думал, что с вашей помощью я проведу это интервью, интервью на уровне. И... Да, я очень волновался. Я вот это хочу сказать. Я очень волновался, Максим очень волновался. Но получилось так, что человек не отказался от интервью. Ну, как-то так. Спасибо, подписывайтесь на нас, смотрите нас. Я немножко чуть... Приостановил свою деятельность, не могу найти хорошего человека для интервью. В связи с этим я обращал... Ну, интересного человека для интервью. С многими договаривался и предлагал что-то люди пока... Кто не готов, кто не согласен. Вот так вот. Итак, дорогие друзья, спасибо вам. Пишите комментарии. Я за обратную связь. Я смотрю их. Пишите сообщения. Я отвечаю на них. Спасибо. Серсхатни. И еще я хотел бы обратиться к Илюмжинову. Александр Николаевич, я настаиваю... Теперь вот, теперь вот сейчас я настаиваю на этом интервью. Я хочу задать вопросы, которые я сам подготовил, и те вопросы, которые мне прислали. И для этого я думаю, я уверен, что вы бы хотели услышать, узнать мнение о себе тех людей, которые неравнодушны, да? Ваша деятельность была. И мы в этом видео специально опубликуем. Все комментарии и самые интересные вопросы, которые мне прислали в речку. Я жду от вас ответа для того, чтобы действительно провести это интервью также прямом эфире. Вы же тоже должны быть открыты для народа. На нашем канале появилась кнопка спонсорства, и я решил рассказать, что же такого интересного она может дать. Теперь у любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных. Например, спонсоры канала смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото или видеоконтент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам.